Всем привет, с вами Тома, и в этом видео я хочу немножко рассказать о ивенте День Благодарения, который сейчас проходит в игре. Да, это еще не Черная Пятница, это еще День Благодарения, он проходит 4-й четверг ноября, и это после него как раз-таки идет Черная Пятница. И вот буквально за две минутки я вам тут все покажу. Значит, у нас есть социальная часть на пиратку Рерити, у многих ее нету, причем тут бонус на вагонетки за камней. Я, наверное, участвовать не буду, потому что у меня просто банально сейчас нет времени в нее играть, а это социальная часть, то есть камней мы накопили с вами очень много после того, как нам, это кошки ходят, если что, после того, как у нас стали призы за звездочки. Короче, у людей там по сотне колес, я не вижу смысла на самом деле кататься, я, конечно, попробую, но у меня банально нет времени сидеть и накатывать, там даже если кататься за камней, и чтобы это было побыстрее. Дальше у нас сейчас идут большие скидки на персонажей, связанных с семьями, например, Apple, семейство Apple, то есть различные отпрыски, дедушки, бабушки, бепсид, у кого еще нету, короче, скидки хорошие, приличные, 70-80% на многих, на старых пони, на более новых пони ссылки 40-60%, ну короче, все вот эти вот старички, старушки, яблочные поняхи, и не только на самом деле. Если мы посмотрим магазин, то там еще есть шарики, там же шарики, куда же без шариков, в общем, если мы посмотрим магазин, там есть более новые пони, менее привязанные к теме семьи непосредственно. Ну, у всех у вас разные, понятное дело, потому что, вот, например, сотрудница Эквистерической ассоциации, профессор Фасил, продавщица ароматов, то есть это уже пони с последнего года. Вот, кстати, Фазер Бэнкса я бы, конечно, может быть, взяла, но я хочу все-таки на Черную Пятницу кого-нибудь тоже взять, не связанных с семейством Apple и более редких, потому что Фазер Бэнкс, он, конечно, не столь редкий, как... Ну, хотя он в остальное время без скидок, вот, и Стартрекер тоже был в семейной серии. Короче, я, наверное, брать не буду, вот, просто если будет какая-нибудь там Принцесса Пинки Хауса по скидке, будет жалко, хотя, конечно, на мои 233 камня мало что можно взять. В общем, после окончания этих скидок, которые из нас закончатся через один день, то есть через полутора суток примерно, стартует уже Черная Пятница непосредственно в пятницу, и там будут другие скидки. Так что, если вы хотите кого-то из яблочных именно товарищей, покупайте сейчас. И, кстати, тут еще коллекция висит Royal Princess, за нее сейчас дают Королеву Нова, ну, естественно, если вы уже, ну, в смысле, вот с этим обновлением, дополнением, ивентом поменяли приз в этой коллекции, теперь тут дают Принцессу Нова, раньше давали Бабулю Розе, по-моему, да, вот, и, короче, естественно, вам ее не дадут, она тут чисто по ошибке висит, если вы уже приз забрали, значит, вы приз забрали, поэтому, как бы вот, как бы новичкам в этом плане повезло, скажем так. И я вам хотела показать в этом ролике, собственно, календарь, наконец-то появился календарь призов, он у нас расчерчен до 3 декабря, будут ли дальше продолжаться он или нет, сказать, несколько сложно, кто его знает, вот. И тут принцип такой, что заходите каждый день, забирайте приз и плюс очки Реликвии Принцесс, которые смогут принести вам награду за, как бы, этот месяц, да, и второй шанс, не переживайте, если вдруг пропустили день или даже два, вы все равно сможете установить потерянное время, посмотрев рекламные ролики или потратив немного камней. То есть, если вы пропустите один день, вы сможете посмотреть ролик, за второй день вам предложат 14 ко мне заплатить, за третий 28, а дальше, очевидно, по нарастающей. То есть, один денек вы можете пропустить, в принципе, без каких-либо для себя особых ощутимых последствий, но если вы уже пропустите два дня, вам уже, очевидно, придется выкладывать камушки. И сегодня у нас в приз идет вот эта замечательная вазочка, декор и 15 очков. Вот, старый день я посмотрела с телефона, если вы пропустили старый день, то у вас там будет вот такое окошко. То есть, вы не сможете забрать, как и за предыдущий день. Там, где знаки вопроса, приз пока неизвестен, и мы узнаем это только, когда он появится, очевидно. Кошки, перестаньте там мяукать на фоне. Вот, и вот тут, где камушки, тут 29 ко мне, где тут магазин, который у меня есть. Вот, и, в общем, по заполнению можно будет получить Лили. Окей, с календарем понятно. Если вдруг он у вас не появился, то, возможно, вам просто надо перезайти в игру с подключенным интернетом, потому что у меня он подгрузился сразу после акции. И что я вам еще хотела показать, это все-таки быстренько покажу призы за акцию с Киринами, в том числе социальную. В общем, за первый этап временной награды был магазин, вот, который производит огненные яблоки, Киринский рынок. За второй этап я взяла обеих Киринж. Я не буду зачитывать вам их, вот, захотите на паузу поставите, прочтете. И вторая Кирин. Вот, все, третий этап я благополучно... А где она? Третий этап я благополучно не делала вообще никак, потому что мне, опять-таки, я готовлюсь к конвенту, мне дюжи некогда. Ну, выйди ты сюда, ну, что такая рок-нука торчит такая. Вот, очень няшные, на самом деле, девчонки. Вот, такие милашки. И за социальную часть, за второе место мне дали начальника станции, причем он был сразу пятизвездочный. Я его не прокачивала, вот, и тоже забавный такой дедок. Домик у него забавный, короче, вот, рада. А если что, за первое место там был магазин кузница. Та же производит бицца, само собой. Вот, он спит, как все детки. И пугает вас. Живет он вот в таком классном домике станции. Я не знаю, как он там живет, но как-то живет. Если у нас уж Клод живет в каком-то кукольном домике, то почему бы ему не жить в начале вот этой станции, которая на туалет деревенский похожа. Да, вот, все, это все, что я вам хотела, по-моему, рассказать. Значит, можете написать в комментариях, как вы закончили акцию с Киринами. И все, проверяйте в пятницу игру сами, потому что в пятницу я уже точно ничего записывать не буду. Я буду уже собирать сумку в Москву. Я еду на конвентру Броникон, и выходные новостей не будет, ничего не будет. В общем, следующие ролики у нас будут уже теперь только... Кстати, ты в Паневиле вообще? Да, в Паневиле. Следующие ролики у нас будут уже только на следующей неделе. Причем где-нибудь ближе к середине, потому что мне надо будет время немножко отоспаться, восстановиться после конвента. Давайте ее куда-нибудь тут вставим. Вот, да, вот она хорошо сочетается с вот этим кристальным магазином, как будто там такие цветочки и производят. Так что, пожалуйста, оставьте ваши вопросы, где видео. Видео нет, потому что Тома занята. Надеюсь, что видео было вам интересно и полезно. До встречи в следующем. С вами была Тома. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok